Здравствуйте всем! С вами снова Ярослава Геринг и наше видео, касающееся развития экстрасенсорных способностей. Сегодня, вот как вы видите, будем говорить о спиритических сеансах. У меня уже было что-то подобное на моем канале, где-то я уже рассказывала, но видя, что медиумизм является одним из тех направлений, с которыми я работаю очень часто, естественно, я буду говорить больше всего о том, как развивать способность общению с миром умерших. Мы зовем этот мир загробным миром, кто-то называет это мир духов вообще. Давайте сначала разберемся, видя, что очень много легенд и очень много слухов, связанных с тем, как работает медиумизм. Многие люди, к сожалению, путают понятия, как спиритизм и спиритуализм, видя, что мы будем еще много говорить вообще о медиумизме на этом канале. Так что давайте сначала разберемся и увидим разницу между спиритизмом и спиритуализмом. Спиритуализм – это направление в религии, это новая религия, которая была не так давно уж и создана. Ей может быть, ну, лет 500, наверное, 700. Все началось с того, что когда люди стали больше всего интересоваться тем, что же происходит на том свете, куда уходит душа, что она чувствует, что видит, когда пересемляется в мир иной, когда люди стали задавать себе больше вопросов, появились вот такие вот направления в поиске вопросов и ответов. Начали заниматься больше спиритизмом, то есть пытались получить ответы на вопросы через спиритические доски, через планшетку. Сейчас я вам покажу. Это планшетка, которая связана с автоматическим письмом. Это у нас спиритические доски. Так что начало приходить очень-очень много ответов на эти вопросы, потому что духовный мир начал отвечать также с огромным интересом людям, которые занимались медиумическими практиками. В конце 1800-х годов была написана книга, которую называют «Библия для медиумов». Написана она была французским доктором, который взял себе псевдоним Аллан Кардек. И он написал много книг, две из которых самые важные, скажем так, они стали как «Библия для медиумов». Первая книга называется «Книга медиумов», вторая – «Книга духов». Эти книги были продиктованы этому доктору, который очень интересовался всякими такими медиумическими открытиями, через медиумов, которые экспериментировали с духовным миром, и он задавал вопросы, и через медиумов приходили ответы. И эти ответы были все записаны в книге. И так началось то движение, которое мы теперь знаем как спиритуализм. То есть это религиозное движение. Я сама занимаюсь в колледже в Англии. Это школа спиритизма, спиритуализма и психических наук. Называется Артур Финлей колледж в городе Станстед, недалеко от Лондона. Это прекрасное место. Я туда сейчас, кстати, еду. Я вам могу оттуда прислать обзор на то, как проходит там занятие, что вообще происходит в школе. Так что, скорее всего, скоро увидите об этом деле репортаж. Занятия, на которые я езжу, происходят на английском языке и на итальянском. Так как я говорю на итальянском языке больше, я живу в Швейцарии, в итальянской части. Поэтому видишь, что языковой барьер еще достаточно большой у меня с английским языком. Поэтому я езжу на итальянские недели, к сожалению, нет русских недель. Но кто говорит на итальянском, кто говорит на французском, на немецком, но лучше всего, конечно, на английском, есть возможность поехать. И если вы этим интересуетесь, то, естественно, получше узнать этот мир спиритуализма. Я начала работать в медиумизме именно в спиритуалистическом направлении, поскольку это классический метод контакта духовного мира. Там очень хорошо объясняют, как построен духовный мир, что чувствуют духи. Потому что если кто-то до нас уже этим интересовался, если были уже написаны книги, то почему бы не продолжить эти исследования, не начиная с самого начала, а в продолжении того, что уже было давным-давно найдено. И я так думаю, что учиться надо ехать именно туда, где все это дело зарождалось. Этот колледж, он был построен сначала как вилла. То есть это была вилла Артура Финдлея, самого такого ярого спиритуалиста и спиритиста. На его вилле происходило очень много разных событий. Кроме того, что там жила его семья, еще там проводились многие спиритические сеансы. И когда он умирал, он завещал эту свою виллу, чтобы там была школа спиритуализма. Было, конечно, что-то построено, что-то перестроено. Но в конце концов, каждый год, каждую неделю туда едет очень много народу со всего света, чтобы понять, что же это такое, как работает медиумизм. В основном это люди, которые, естественно, не потеряли своих родных и близких. Все мы теряли своих родных и близких. И поэтому очень много людей начинает развивать свои медиумические способности именно после того, как их коснется горе-утраты. Я уже много лет занимаюсь медиумизмом. Да, у меня корни, естественно, российские. Я родилась и всегда жила в Москве. Поэтому наш вид эзотеризма у меня, скажем так, в крови, поскольку по маминой линии было очень много интуитивных и таких женщин, необычных женщин, скажем так, которые видели, слышали, гадали на таро, занимались магией, всякими эзотерическими практиками. Поэтому для меня, в общем, вот это направление медиумизма это что-то абсолютно нормальное. Это одно из понятий экстрасенсорики, одно из направлений. Поэтому я очень часто провожу сеансы именно вот только медиумистические, но не совсем наши славянские обряды провожу, а именно вот в классике спиритуализма. Когда-нибудь я вам покажу, как я работаю, потому что мне было бы очень интересно знать и ваше мнение. Я часто приезжаю в Москву. У меня есть свои студенты, которые обучаются у меня тому, чего я сама знаю, тому, что давным-давно практикую, потому что первый раз, когда я поехала в тот колледж, ну, уже с первого раза пришло 15 лет. Так в чём же разница спиритуализм и спиритизм? Это тоже написано в книгах Алана Кардейка. Так спиритизм — это именно вот, когда люди садятся и вызывают духов. Посредством спиритизма был развит спиритуализм как религиозное направление. То есть через спиритические сеансы были написаны книги, которые дали очень много в развитии именно направления спиритуализма как религии. Думаю, что с этим мы с вами справились. В следующих видео я вам расскажу о том, как тренируются медиумы, что нужно делать для того, чтобы узнать духа, который будет к вам приходить. Нужны ли ритуалы в практике? Или можно, так сказать, сразу подключиться и без того, чтобы проводить медитации, зажигать свечки, иметь вещь умершего человека, что у нас в славянской ритуальной экстрасенсорике, и то, что связано очень с походом на кладбище, например. В спиритуализме этого нет. Это можно, конечно, делать. В спиритуализме этого нет, и все все равно очень хорошо работает. Поэтому мы с вами увидимся в следующий раз. Я думаю, вам было интересно и будет еще интересней. Подписывайтесь на мой канал, и будем говорить с вами очень много о духах и о потусстороннем вообще. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok